Антон Юрьевич Антон Юрьевич Народний депутат України. Позаштатний радник міністра внутрішніх справ. За освітою економіст. Політична кар'єра розпочалася з депутата Харківської міськради. Однак був туди обраний лише з четвертої спроби. За його ініціативи було створено сайт «Миротворець», який опублікував номери телефонів та адреси більш ніж чотирьох тисяч журналістів, які нібито співпрацювали з бойовиками. Згідно з декларацією, зберігають 460 тисяч гривень та 43 тисячі доларів готівкою. Володіє двома квартирами в Харкові та Києві. Антон Геращенко, гість програми «Харт Звлащенко». Голосовала проти снятия неприкосновенностей с депутата Дейдея, начиная именно с него, потому что это член вашей фракції. Вы голосовали тоже. Я голосовал за снятие депутатской неприкосновенностей с депутата Дейдея. Почему? Я считаю, что у нас достаточно было оснований для того, чтобы генеральная прокуратура дала возможность Евгению Дейдею защитить свое честное имя в суде. И я думаю, что суд, как раз ввиду того, что обвинение недостаточно обоснованное, был бы в его пользу. Скажите, пожалуйста, был ли депутат Дейдея осужден в 2012 году? Да, такое решение суда было, затем оно было отменено решением Одесского апелляционного суда. В каком году? Но я не адвокат Дейдея для того, чтобы в деталях рассказать об этом. Хорошо, я вас просто спрашиваю, потому что апелляционный суд отменил, ну если верить написанному, свое решение через два года, что является нарушением сроков. Так не бывает по нашему уголовному кодексу. Но не о это я хочу вас спросить. Депутат Дейдея был осужден, насколько я знаю, за фактический разбой. Он на улицах там вымогал мобильные телефоны, деньги и прочее-прочее вместе с сообщником. Вопрос у меня очень простой. Как такой человек мог попасть в списки Народного фронта? И почему вы говорите, что он должен защищать свое честное имя? Во-первых, я не являюсь адвокатом Евгения Дейдея. Во-вторых, хочу напомнить, что наш генеральный прокурор был также осужден в 2012 году. Но не за разбой и не за кражу мобильных телефонов, понимаете? Я хочу напомнить еще раз. Поэтому я хочу сказать следующее. Если у правоохранительных органов есть вопросы к Евгению Дейдею, в том числе у генерального прокурора, который явно недоволен провалом голосования по Дейдею, он имеет полное право, у него достаточно власти и полномочий поднять все вопросы, касающиеся любых дел. Антон Юрьевич, мой вопрос касается политической ответственности. Как люди с биографией, которые были осуждены за воровство, разбой и прочее, могут попадать в противные списки? Если бы я знал, какая биография Евгения Дейдея, и от меня зависело включение его в список, я бы имел свою точку зрения в 2014 году. Об этом я узнал, естественно, массовой информации, но так же, как и вы в этом году. То есть получается... Дальше генеральный прокурор, зная об этом, и ему неоднократно задавали такие вопросы сегодня, в том числе в Раде, имеет полное право провести любое полное расследование. То есть получается так, что, ну, потому что Дейдея до этого был начальником райотдела, он был назначен Аваковым, был его советником. Никогда не был начальником райотдела. Ну, он короткое время был в милиции, работал, был начальником райотдела. Никогда не работал в милиции. А, то есть это он врет, потому что это из-за его биографии. У него была общественная должность, у него не было статуса. Советником Авакова был. Совершенно верно. Ну, послушайте, если даже министр не в состоянии проверить, был человек осужден за разбой или нет, то тогда что делать? Знаете, на Майдане было огромное количество людей, которые пришли туда и которые имели за своей спиной какие-либо судимости. Однако после Майдана многие люди, которые не были судимы или были типа законопослушные граждане, они не засунули голову в песок и не защищали нашу страну. И не дейдей при всех его недостатках, он проявил себя и старался нашу страну защитить. В тот момент, когда и грозило полный распад. Но я опять-таки четвертый раз повторяю, я не являюсь адвокатом Евгении Дейдей, у него, наверное, есть свой адвокат. То есть вы считаете, что достаточно... Я предлагаю вам пригласить Евгения Дейдей в эту студию, задавать все эти вопросы ему. Я пробовала, я пробовала неоднократно. Но Евгений Дейдей уклоняется от приглашения, и я думаю, что у него есть причины. Мое отношение к вопросу снятия депутатской неприкосновенности было продемонстрировано нажатием на зеленую кнопку сегодня. Это можно посмотреть на сайте Верховного радио. Прошу, следующий вопрос. В эти дни появилось новое сообщение о покушении на Османову Акуеву по делу этому. Пишут о том, что Артур Денисулатов оказался не киллером Кадырова, он признан потерпевшим. Правда ли это? Конечно, неправда. Адвокат господина Дениса Султанова, которого ожидает, скорее всего, пожизненное заключение, подал обыкновенное заявление с просьбой начать криминальное производство, якобы покушение на господина Дениса Султаева. В соответствии с 214 статьей Криминального процессуального кодекса, любое заявление, даже о том, что кого-то изнасиловал Брэд Питт, может быть несено в единый реестр криминальных проваджений. Дальше российские пропагандистские сайты, несколько десятков, разбросали эту новость по нашим средствам информации. Потом она попала, в том числе, таким уважаемым журналистам, как вы, а вы задаете ее мне. Но хорошо, что вы ее задали, что я могу рассказать обществу правду. Все, что появляется в средствах массовой информации и что может представлять интерес, скажем, в зависимости от моего героя, я все озвучу. И так же, как я озвучу вопросы, которые вчера возникли по большому интервью Михаила Добкина. Михаил Добкин во вчерашнем интервью недвусмысленно намекает, что за организацией покушения на Керн состоите вы, даже не о ВАКО. Что вы на этом можете сказать? Я думаю, это вопрос алкоголя или злоупотребления наркотиками. Это у Михаила Добкина злоупотребляют наркотиками? Это вы сказали. Подождите, но вы говорите, это вопрос... Это абсолютный бред. Если господин Добкин считает, что я стою за покушением на Кернеса и на него, то вместо интервью сайта страны.ua должен был бы написать заявление генеральному прокурору с изложением фактов, которые ему известно. И другим, так сказать, или обратиться в Лигу сексуальных меньшин. Он этого не делает. Поэтому я это расцениваю просто к попытке набросать грязь на меня. Это попытки не первые, их уже 28 тысяч, начиная от российско-пропагандистских СМИ, заканчивая представителями оппозиционного блока. А я к этому отношусь спокойно, потому что мы строим демократическую страну, в которой каждый может говорить про нее. Кто из сексуальных меньшинств имеет какое к этому отношение? Кто к ним имеет отношение? Вы или Добкин? Знаете, это из классиков. Почему он должен туда обращаться? Это из классиков. Понятно. Классик это из «Золотого теленка» рекомендация Стапа Бендера господину Паниковскому. Я это отлично помню. Я просто удивилась, почему вы избрали именно эту астроту. Я очень люблю Ифа Петрова. Цитирую практически наизусть. Это у нас общие. Антон Юрьевич, правда ли, что нацполиция открыла уголовное дело против сайта «Миротворец» за публикацию списка журналистов? Да, это уголовное дело было открыто в мае 2016 года, то есть более года назад, по заявлению более чем 30 журналистов. И как раз у вас? Были обрушены десятки журналистов. Им задавался один вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем вы считаете потерпевшим? Чем сайт «Миротворец», публиковав правдивую информацию о журналистах, которые сотрудничали, пребывая на территории Донецкой террористической республики, возможно, с их организациями, то чем нарушены ваши права? До сих пор нет ни одного потерпевшего. Поэтому полиция в очередной раз, уже, по-моему, в пятый раз, обратилась с просьбой прийти и заявить о том, что есть потерпевшие граждане и журналисты. Если потерпевших не будет, то я так прогнозирую, что пройдет еще год-два-три, и это прегринальное производство может быть закрыто. Средства массовой информации заявляют, что, опять-таки, сайт «Миротворец» безнаказанный. Еще несколько громких заявлений в прессе. Одно из них, так сказать, заявление наших коллег. Депутат Дмитрий Гордон в одном из эфиров заявил, что дело Павла Шеремета раскрыто. Соответствует ли это действительности? Не соответствует действительности. Тогда, может быть, Дмитрий знает, кто убил Павла Шеремета, и вам стоит у него спросить? Господин Дмитрием Гордоном мы провели два общения по телефону по этому вопросу, одну личную встречу. Последствия этой встречи Дмитрий заявит сам, когда вы об этом спросите. А, ну вы же нам можете рассказать открытая, раскрыто дело или не раскрыто? Дело Павла Шеремета, к сожалению, на сегодняшний момент не раскрыто. А почему было такое громкое заявление сделано? Это вопрос Дмитрия Гордона. Если захочет, вам расскажет. Понятно. И было еще одно заявление одного из журналистов украинских о том, что в рамках уголовного дела по Павлу Шеремету были открыты счета Алены Притулой и Павла Шеремета. И там было много неожиданного. Насколько это соответствует действительности? Нет такой информации. Ну, искренне нет такой информации. Понятно. Как известно, надо... Я знаю только одно, что по Павлу Шеремету у него не было последние годы никаких резонансных расследований, которые могли бы привести к его убийству. И на сегодня... И что из этого следует? Из этого следует, что на сегодня самой версией приближенной правды является операция иностранных спецслужб на территории государства Украины. Такие же операции, как была попытка убить меня. Такие же, как взрыв Максима Шиповала, полковника разведки. Такие, как убийство полковника Кардовецки-Возного. Это все звенья одной цепи. А представители СБУ сказали, что, например, к убийству Вороненкова не имеет никакого отношения российские спецслужбы. Убийство Вороненкова расследует Генеральная прокуратура Украины, а не Служба безопасности Украины. Я часто замечаю, мне очень горько видеть, что наши правоохранительные органы часто противоречат друг друга из-за того, что каждый хочет выйти в Дедана Шахтерна. Нам тоже это горько видеть. Да, мне это очень горько видеть. Поэтому, если занимается делом Вороненкова, прокуратура города Киева ведет конкретно, очень уважаемый следователь Кононенко, заместитель прокурора города Киева, вот он на его пресс-службу пусть дает комментарии. Как известно, делом Розенблата занималось несколько служб. Там была МВД, там была и прокуратура, и там даже СБУ было. Розенблата в своем фейсбуке опубликовал свою переписку с господином Григоришиным, по-моему, 18 июня. Или 27 июня, по-моему, 27. И где в ЦАПе Григоришин его предупреждает о том, что с ним все кончено, и его сливают. Наталья, мне нужно ровно 5 минут, для того, чтобы я вышел из этой студии и сделал себе аккаунт под названием Григоришин, прислал вам сообщение от имени Григоришина, которое вы сейчас сфотографируете, в телефоне заявите, что вам Григоришин вас полил или угрожал. Но это же телефонный звонок. Нет, я понимаю. Вы хотите сказать, что Розенблата, это все как бы... У нас, благодаря развитию электроники, создание фейков... Но Розенблата же народный депутат. Он создает фейки? Ну, народный депутат, который по... Скажем так, идет на то, чтобы, извините, вымогать деньги с агента сотрудника НАБУ и сделал все, что он делал. Но у меня доверия к его словам нет. Второе. Телефон Григоришина, если кто-то хочет проверить, может взять телефону Розенблата, позвонить, проверить, есть ли там Григоришин. У меня большие сомнения, что господин Григоришин звонил господину Розенблата. Я просто думаю, что кто-то, кто хотел вписать в эту историю фамилию Григоришина, таким образом это сделал. И у него это удалось. Я очень надеюсь, что Брислав будет на харде, а в четверг я надеюсь, что я смогу об этом узнать из первых, так сказать, уст. Дело в княжечах, потому что есть ряд громких дел, которые общество ждет, так сказать, разрешения от них. Еще не прошло полчаса, Антон Юрьевич, уделите мне это время. Не, 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 не. Да, смотрите, дело в княжечах. Погибли пять человек. Чем оно закончилось вообще? Оно еще не закончилось. Предявлены подозрения сотрудникам полиции, которые занимались планированием данной операции, которые допустили халатность в этой операции, которая привела к гибели сотрудников полиции, которые, не распознав, что с обеих сторон находятся полицейские, стреляли в друг друга, думая, что на другой стороне находятся бандиты. Сколько я помню, около трех подозрений предъявлено. Возможно, это еще не конец, но приговоров суда по этому делу пока нет. То, что такого, что в этом деле не окажется невиновных, вернее, не окажется виноватых, такого в этом деле не будет. Я глубоко ознакавливался в рамках специальной работы комиссии нашего комитета с этим делом. Ознакавливался с материалом, могу сказать, что это был результат халатности и плохо спланированной операции. Но генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире в Харде сказал, что они вполне распознали друг друга на самом деле. Ну, значит, у нас с Юрием Витальевичем разные источники. И вы читали разные дела? Нет. Я думаю, что я читал то дело, которое я читал. И я хочу сказать, что сотрудники полиции, если бы они были лучше подготовлены и проинструктированы, то этого бы не произошло. Но в результате всего, что произошло в Князьевичах, это было то, что сотрудники полиции, которые наблюдали в качестве разведчиков за домом, где должно было произойти ограбление, когда их задержали сотрудники в госохране, они не признались им, что они сотрудники полиции. Они выполнили инструкцию. Что, чем... Если вы хотите увидеть переговоры двух разведчиков, погибших, из-за которых вся эта история началась, из-за которых вызвана была служба госохраны и так далее, то после прочтения этого разговора будет все окончательно всем понятно. Убийство полицейского местного жителя в Кривом озере. Это дело в свое время очень нашумело, но так и не сообщили, чем оно закончилось. Как, так сказать, поступили с этими полицейскими? Я считаю, что проблема здесь, это недостаточно правильная коммуникация правоохранительных органов, средствами массовой информации. Вот такие вот громкие дела должен не Наталья Влащенко, Антон Герасимов за этой студии, это должно идти красной строкой на центральных сайтах, в данном случае прокуратуры. Ну не идет же, поэтому я задаю вопросы. Я вам отвечу, дело находится по полицейским в суде. Я думаю, что полицейский, который непосредственно использовал огнестрельное оружие, что привело к гибели жителя города Кривого озера, получит длительный срок тюремного заключения. Думаю, что не меньше 8-10 лет. Это мое подозрение. Как вы считаете, кто, так сказать, управлял процессом, с каких депутатов снимать ответственность, с каких не снимать? Сейчас мы переходим просто к блоку Верховной Рады. У нас будет сейчас включение, я думаю, что еще блогера, который задает вопросы. У нас такое новшество о программе, задают по одному вопросу. Как вы считаете, был ли этот процесс централизован, эта работа? Значит, в каждой фракции, в которой мы относились, лица, по которым мы сняли, не прикосновались, были дискуссии. У нас она вчера затянулась до полуодиннадцатого вечера. Было принято решение фракции поддержать голосование по депутатам. Поэтому я уеду раньше с вашей передачи, чтобы успеть проголосовать Максиму Полякову. Что за ДД вы не голосуете? Я не знаю, за Лозового вы голосуете или не голосуете? А вот с Розенблат вы снимете. Из чего вы исходили? Исходя из подробностей поданий народных депутатов, которые были поданы. Исходя из документов, которые были предъявлены. Скайп мне подсказывает. Я вам еще хочу напомнить нашим телезрителям, что сам факт снятия депутатской неприкосновенности еще не означает виновности того или иного лица. Дальше будет подозрение, дальше будет рассмотрение этого дела в суде. Прошу вас, пожалуйста, вопрос из скайпа. Это Макс Бужанский, блогер. Очень приятно, Максим. Добрый вечер, Антон. Добрый вечер, Наташа. Антон, ничего личного. Давно хотел бы вам рассказать эту вещь. Вы не просто руководитель, вы своеобразный маркер, который обуславливает поддержание определенного уровня кисленности. Я понимаю, что время этого требуют, но времена меняются. И очень скоро, буквально завтра, уже на этот момент, эта концепция поменяют. Резко выпустить пар, и вас просто сольют. Я вижу, как голос на воздушном шаре. Знаете, вот, как вижу. Вчера был ежовый, а завтра все закончилось. У меня вопрос, скажите, вы этого не боитесь? Или вы уже поняли, что просто нет, чтобы двигаться? Спасибо. Значит, Максим, у меня есть такое правило. К сожалению, добра по звуку. Я все понял, что сказал Максим. Надеюсь, наши телезрители тоже. Значит, я привык делать то, что я должен, там, где я есть. Надо было весной 2014 года создавать добровольческие батальоны, вооружать их и идти, направлять их в бой для того, чтобы защитить наше. Мы это делали. Надо было создавать информационный ресурс, который собирает информацию о десятках тысяч сепаратистов, террористов, для того, чтобы помочь нашим правоохранителям органов распознать, кто друг, кто враг. Мы это делали. Поэтому меня совершенно это не беспокоит. То есть нет никаких сомнений в плане политической и любой другой ответственности в будущем? Я скажу, если кто-то боится снятия депутатских неприкосновенностей, то я считаю правильным, чтобы каждый депутат, по которому такой вопрос представляется, выходил и сам просил, как это сделал сегодня Довки, снять себе депутатскую неприкосновенность. Я за нее не держусь. Это, во-первых. Во-вторых, у меня в жизни, видите, много седых волос, я многое перевидел, в том числе покушение на меня, в том числе незаконные обыски и заказы со стороны мэра Кернеса и многие другие вещи. Поэтому я это все пережил, перевидел, поэтому меня... А Кернес вас тоже заказывал? Ну, это во времена Майдана, это общеизвестное дело. Понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, вот Алена Шкрун вчера написала, это я о реформах уже в Верховной Раде правоохранительных органов. Сравнительной таблицы у депутатов до сих пор нет. Между тем, мы должны проголосовать за пять тысяч поправок к восьми процессуальным кодексам и большой закон о конституционном суде. Рассматривать будем ночью, он в повестке дня, поэтому сегодня ночью что-то надо делать. И АП требует рассмотрения. Скажите, пожалуйста, почему АП все время что-то требует? Орган секретарский. Почему АП требует что-то у Верховной Рады? И во-вторых, почему такая гонка? Объясните мне. Значит, закон, о котором говорит Алена Шкрун, закон о конституционном суде и закон о процессуальных кодексах нужны для того, чтобы запустить Верховный суд. Очевидно, что после гонки по подаче шести поданий по народным депутатам, скорее всего, ни один из этих документов, процессуальные кодексы более вероятны. А вы получили сравнительные таблицы уже как депутаты? Я получил эти сравнительные таблицы. И все остальные депутаты получили? И отработать за один день или за два, и нужно голосовать по принципу заявления. Так о каком качестве работы можете идти речь? Никакого. Качество работы парламента оставляет желать далеко лучшего. А многие такие законы в нормальных парламентах рассматриваются по полугода по году. Там никто не подгоняет в три шеи, понимая, что лучше в законе все отмерить 77 раз или 177 раз, потом принять. И, скорее всего, перенесутся голосования на сентябрь. Возможные конституционные сутки. Присловутая реформа МВД. Скажите, что произошло такого реформаторского в МВД и вообще в органах правопорядка о внутренних дел? Кроме того, что переодели прекрасных молодых людей, красивых, в новую форму. Что, по сути, дело произошло? Только очень коротко. Мы создали финансовую базис для того, чтобы мы могли нанимать и призывать на работу тех людей, которые за зарплату будут хорошо работать. Увеличили им зарплаты. Да, у нас на сегодняшний день минимальная зарплата будет порядка 10 тысяч рублей в этом году. Что еще? Но это не реформа. Увеличение зарплаты, Антон, это не реформа. Мы идем по пути того, что мы отсеиваем старые кадры, набираем молодые кадры и достойных людей повышаем на высоких должностях. И это не реформа? Нет, это огромная реформа. Это огромная реформа. Отсеиваем старые кадры, набираем молодые. А где гарантия того, что молодые? Вот смотрите, сколько на молодых кадров в Верховной Раде подань сегодня. Причем справедливых. Будут они проголосованы или нет. Понимаете? Реформа – это процесс постоянный. И наша задача сделать так, чтобы каждый гражданин, обращаясь в органы полиции, чувствовал, что его интересы будут защищены. Что еще? Это непростой процесс. Что еще? У нас миллионы вопросов. Увеличение зарплаты. Убирают старых, набирают молодых. Что еще сделано? Самое главное – это то, что в головах. Фиксации правил дорожного движения. Также, я думаю, что в этом году мы разработаем… То есть это в будущем? Нет, это то, что над тем сейчас работаем. Но начнем мы. Также будет разработано приложение к мобильным телефонам «Моя полиция», которое позволит фиксировать правонарушения, отправлять их в полицию, которая будет на них реагировать и получать массу услуг, которые предоставляют системы МВД через свой телефон. Интересный вопрос. В Верховной Раде зарегистрирован вопрос 66-76, нормы которого предлагают обязательно… Почему я спрашиваю? Это Ваша фракция. Предлагают обязать операторов за свой счет купить оборудование, блокирующее неправильный сайт. Требование распространяется на тех участников рынка, которые используют международные каналы связи. Авторы закона – Винник и Тетерук. То есть операторы теперь будут подменять суд, они будут сами решать. Бывали в Арабских Эмиратах когда-нибудь? Бывало. Бывали, да. Вот это не глупая очень страна. И те наши телезрители, кто о них знает, знают. Так вот в этой стране жесточайшие требования по блокировке террористических сайтов, которые призывают к исламскому ржихаду. Кто будет решать, что нет террористических? Поэтому для этого в этом законопроекте, который сегодня даже не был поставлен по веску дня, а значит не будет проголосован, и значит принесен на осень, в этом законопроекте предусматривают, что это будут делать службы безопасности и национальная комиссия по революционной связи. То есть это будет без суда сделано? Нет, через суд. В той вакханалии, которая у нас сейчас творится в пропаганде российской в интернете, которая призывает к убийствам, которая призывает к расколу страны не реагировать невозможно. А в чем тогда смысл этого закона, если и сегодня через суд можно закрывать сайты? Нет, сегодня у нас отсутствует какая-либо возможность закрывать какие-либо сайты, тем более, если они расположены за территорией Украины. У меня еще есть две минуты, я должен ехать. Так, тогда блиц. Тогда блиц. Где сейчас Александр Пугачев убивший двух полицейских в Днепре? Находится в СИЗО, пойдет на проживительное заключение. Сотрудники МВД взяли муду продавать, так сказать, завтраки с собой. Вы будете с кем-либо ужинать или завтракать за деньги? Если какой-то из десятков тысяч сотрудников полиции совершил такое правонарушение, он, скорее всего, будет уволен из полиции. Нельзя обобщать на всех. Нет, подождите. Деева за деньги предлагала завтракать с собой. Вы будете? А, я имею в виду, что кто-то из сотрудников полиции еще. Нет, нет, вы будете? Нет, нет такого права. Не хотите почему-то, да? Почему лично вы голосовали против снятия... Со мной могут встретиться без всяких плат. Хорошо. Часто ли вы говорите неправду? Нет, я стараюсь видеть правду. Когда вы говорите неправду, что вас заставляет это сделать? Ну, только у вас последняя чья-то жизнь. Зачем Киева возглавил соцпартию? Это надо спрашивать у Киева. Кого из шестерых депутатов вам жалко, с которых пытаются снять неприкосновенность? Не является ли для сотрудника правоохранительных органов коррупционным деянием то, что они все делали? Что вы имеете в виду? Извините, пожалуйста, это я имела в виду по завтраку. Это у меня просто вопросы разошлись. А, вот, Дейва, это вопрос Национального антикоррупционного бюро и НЗК. Сдала ли квартиру Экос Гуладзе? У меня нет этой информации. Я предлагаю ее после передачи, я дам ее телефон. Да я уже у вас один раз спрашивала. У меня есть ее телефон, она не берет трубку. Нашли ли убийц пропавшего водителя Блаблакара Тараса Познякова? Да, один из тех убийц арестован, но есть еще заказчики, и пока они не признали, где лежит тело. Я знаю лично отца, этого прекрасного парня, мне очень жаль, что это произошло. Где каждый гражданин Украины может увидеть статистику по преступлениям? На сайте МВД, я думаю. Жалеете ли вы... А там есть точно статистика? Там есть отдельные элементы, но всю статистику... Отдельные элементы, это прекрасно. Жалеете ли вы о чем-то, что произошло за эти три года? Да, жалею. Я хотел бы сделать больше для безопасности нашей страны. Будете ли вы баллотироваться на следующий созыв? Еще не знаю. Я с вами сегодня хотела поговорить об элитах, но, к сожалению, у нас не было времени. Знаете ли вы, чем на самом деле заканчивалась сказка «Три толстяка», Олеши? Ну, победой народа. Вот. А это был уже такой советский вариант, цензурный. А на самом деле, Олеша предлагала такой вариант, когда стоит, так сказать, герой главный со всеми своими, так сказать, соратниками, вдруг народ видит, как на глазах у них они начинают тоже толстеть. Вот у меня вопрос последний в связи с этим к вам. Скажите, пожалуйста, вот за эти годы, за эти три года, все-таки вы пришли к выводу, что главное вообще для того, что люди занимают должности, становятся депутатами, личная преданность? Профессионализм. Или профессионализм? Все-таки профессионализм. Сколько людей бы не попало в парламент, если бы в 2014-м руководствовались только этим? Они говорили, что все профессионалы негодяи. Что? Процентов 70 не попало бы. Процентов 70. Благодарю вас, Антон Юрьевич. Надеюсь, вы успеете. Вы, кстати, будете голосовать за снятие неприкосновенностей, Полякова. Спасибо большое, всего доброго. Что ж, друзья мои, бачите, у нас сегодня такий форс-мажорный эфир. Дякую, пану Горещенко, что он сегодня пришел к нам, потому что было важно почути то, что он говорит, важно почути то, что он говорит про то, что происходит сегодня в Верховной Раде. А я прощаюсь с вами и до наступного разу, и говорю то, что говорю зазвичай. Бережите себя, бережите тех, кого любите. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова